Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о том, как ходят на тренировки за компанию и как воспитывать в себе лидерские качества. Начну с хорошего и закончу не очень. Часто наблюдаю, когда на тренировку приходит компания подростков или же детей, которых приводят родители. Все начинается очень положительно, активно занимаются, целеустремленно, с большим интересом. Но так бывает в жизни, что со временем у некоторых по определенным причинам, у всех они бывают разные, интерес угасает. И этот человек начинает тянуть неизбежно за собой остальных, более, может быть, где-то и перспективных и талантливых ребят. Так устроен человек, что проще идти за кем-то в большой компании, когда один сказал хорошо, второй сказал хорошо, ну и замечательно, значит и мне это тоже нравится и подходит. Но в любом случае, если вы нацелены на то, чтобы добиться серьезного результата в любом деле, я говорю сейчас не только про спорт, вы будете наблюдать тот факт, что рядом идущие с вами люди будут спотыкаться, останавливаться, бросать, разочаровываться и прочее. То есть это неизбежный, к сожалению, фактор. И люди, которые доходят до какого-то уже конкретного результата, они прекрасно понимают, о чем сейчас я говорю. И не раз замечал, когда кто-то останавливался, хотя еще вчера все было замечательно и хорошо, и впереди было очень много планов на будущее, но при каких-то определенных личных неудачах сразу нашел много минусов, которых раньше, может быть, не замечал. И все резко прям вот поменялось. На самом деле, такое не бывает в природе, это надо искать и где-то в себе какие-то тоже параллельно причины. Но не будем на этом останавливаться. Лично на своем примере я сталкивался с такой ситуацией, что когда мне очень нравилось то, чем я занимаюсь, но окружение тех людей, с которыми я общался, мои друзья и прочее, далеко не всегда это все одабривали. И у многих даже когда-то это все вызывало смех, и многие думали, что это детские увлечения, которые рано или поздно прекратятся. А какое-то серьезное, взрослое, оно вот там впереди, которое вот кто-то думал, что вот оно где. Нет, на самом деле все серьезное, оно вот здесь и сейчас. Просто его нужно всегда разглядеть. И мой совет многим, не обязательно тем, кто занимается боевыми искусствами, никогда не смотреть по сторонам, когда кто-то останавливается на полпути, двигаться и быть локомотивом, двигаться вперед и стараться, чтобы шли за вами, а не вы шли за кем-то. Всем большое спасибо за внимание. И до следующего раза. Усс!